Настало время нашего богослужения. Мы рады видеть друг друга, все, кто пришли на это место. Я хотел бы спросить такой вопрос. Что не изменилось с самого начала, когда Бог сотворил человека? Что не изменилось? Кто не изменился? Бог не изменился. Если вы помните, было написано, что Господь, когда сотворил человека, Он к нему приходил всегда в прохладе дня для того, чтобы иметь общение. И вот это свойство, желание общения Бога с людьми, оно не изменилось тоже. Господь хочет с нами общаться. И когда мы читаем в Новом Завете, там есть притча о овцах, что Господь любит. Откуда Он знает, что одной нету? 99 есть, а одна не пришла. Откуда Он знает? Он считает. И сегодня, может быть, считает, кто пришел сегодня на собрание в церковь, кто нет. Пусть Господь будет прославлен на нашем служении и благодарность Господу, что вы имели здоровье, желание и пришли на это место. У нас сегодня будем молиться, молиться о нуждах. Брат Семен Петрашов, острая нужда. Сделали операцию и плохо себя чувствует, забрали опять в госпиталь. Не важно, что-то организм там не переносит, что-то медикаменты, я не знаю, что подробно, но надо молиться, поддержать его в этой болезни. Брат Валентин Бондаренко, брат Василий Ковлюк, Виктор Николаевич. Есть еще сестры, которые болеют, принесли операции тоже за них. Вот Михаил, брат Михаил Орлеогло, вот в старости такой, преклонных годах, не может двигаться, все в инвалидной коляске. Пусть Господь благословит нас, имеющих здоровье, хоть какое, но пришедших на это место, молиться за других, поддерживать других. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы очень благодарны Тебе, что любовь Твоя не изменилась к нам, что Ты любишь нас, что Ты помнишь о каждом из нас, что Ты знаешь наши имена. И Ты записал нас на дланях своих, когда страдал, когда проливал кровь, для того, чтобы нас примирить с небом. Потому что мы потеряли райское счастье, потеряли общение с Тобою, такое близкое, потеряли жизнь вечную. Но мы благодарны Тебе, что Ты пришел в этот мир для того, чтобы нас спасти. И Ты знаешь каждого из нас, и мы благодарим Тебя, что Ты нас нашел, поставил наши ноги на этот путь. Один, единственный путь, который ведет в небо. Все остальные дороги, они ведут в пропасть, они ведут в погибель. Но одна только дорога, это посредством Тебя, идя за Тобою. Путь евангельский, это верный путь, это путь спасения. Мы благодарны Тебе, что Ты ведешь нас по этому пути, что Ты нас влечешь. И вот мы пришли на это место для того, чтобы поклониться Тебе, молиться Тебе. Ты видишь наши сердца, Ты видишь, что нас удручает, что нас угнетает, где мы страдаем, где мы терпим какие неудачи. Мы пришли для того, чтобы получить от Тебя благословение, подкрепление, утешение. Ты знаешь и наших больных, мы просим за наших братьев и сестер, кто сегодня не с нами по причине болезни. Ты знаешь, и брата Семена, вот у него острая такая нужда после операции. Мы просим, укрепи его здоровье, даруй ему выздоровление, исцеление. Изо всех остальных просим, Господи, да будет воля Твоя, да будет милость Твоя с нами. Прибудь с нами на этом служении, услышь молитвы наши. Пение общее, Господи, прими во славу Твою, благослови братьев в слове, чтобы они могли сказать с дерзновением о нам помехе размышлять, принимать Слово Твое, и чтобы оно возросло в жизнь вечную. Будь с нами и будь прославлен на нашем собрании, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы общим пением споем 1585. Песнь Возрождения 1585. Тихий час вечерний, день трудов угас. Боже милосердный, Ты услыши нас. Тихий час вечерний, день трудов угас. Боже милосердный, Ты услыши нас. Мы к Тебе, Создатель, от трудов пришли. На руках молитвы Себя принесли. Путь наш в жизненной борьбе. Мы пришли с молитвой, наш Господь Тебе. Руки простираем, мы к Тебе сейчас. Боже умоляем, Ты услыши нас. О, прости, Отец наш, все долги Ты нам. Помоги обиды, все прощать врагам. О, как мало силы, чтоб идти вперед. Ведь и до могилы, все мы Твой народ. О, пошли, Отец наш, благодать сердцам, Говорящим словам и Твоим певцам. Просьбы и молитвы Ты не отклонив. В тихий час вечерний Благодать пошли. Садись, братья и сестры. Я приветствую вас словами, мир вам. Приятно находиться, я думаю, каждому из нас, приходя в Дом Божий, и слышать Слово Его, то, что Дух говорит нам. И размышляя в последнее время, о последнем времени, я вспоминал то, что Бог оставил нам на Священном Писании, написано о том, что в последнее время охладеет любовь к Богу. И сегодня Бог говорит ко мне, Он говорит нам и спрашивает нас, а как мы любим Бога? Какая у нас любовь к Богу? Может, мы уже холодны, может, мы уснули, может, наше зрение, духовные глаза затупились, а может, уже и ослепли. Ведь любовь к Богу заключается в том, чтобы мы каждый день искали Его и познавали Его. В этом и есть эта вечная жизнь, с которой мы стремимся, чтобы познавать Бога. И мы читаем Иоанна 17 главе 3 стихом. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и пославшего Тобою Иисуса Христа». Я бы хотел остановиться, как бы, или подчеркнуть вот это слово, которое здесь сказано «Знать Бога» или «Знают». Что значит знать единого истинного Бога? В помощь этому мы прочитаем послание, которое записано 2 Петра, 1 глава, 3 стиха и ниже. «Как о божественной силе его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующей в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старания, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпения, в терпение благочестие, благочестие и братолюбие, братолюбие и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не притнетесь, ибо так откроется вам свободный вход Вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. То, о чем мы прочитали, содержит в себе очень много действия. Знать Бога – это не один раз услышать о Боге, это не прочитать один раз Библию, это не один раз помолиться молитвой покаяния. Знать Бога – это действия, которые мы делаем на протяжении всей жизни. Знать Бога – это творить добродетель, как мы прочитали. Это каждый день рассуждать, это воздержание. На протяжении всей жизни мы призваны воздерживаться. А воздержание – иметь терпение, терпеть до конца, в терпении поступать правильно и честно, дружелюбно, в дружбе нашей поступать с любовью. Эти действия приводят нас к познанию Бога. Если эти действия есть в нас, то Библия говорит о том, что обязательно будет плод, мы обязательно будем узнавать Бога. Через эти действия, как мы выше прочитали, мы стоим причастниками Божьего естества. Что такое Божественное естество или причастниками? Если посмотреть другие переводы, это значит присоединиться к Богу. Это стать частью Божьей природы, а напротив удаляться от желаний нашей плоти, от желаний этого греховного мира и то, что находится в этом мире. Удаляться от греха и очищаться от прежних грехов своих. Девятым стихом мы прочитали, «А в ком нет сего тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Чем озабочен я сегодня? Чем озабочены мы сегодня? Если мы живем жизнью вечную, с любовью к Богу, познаем Его через действия, о котором мы прочитали, или же мы забыли очищение, борьбу своей плотью с нашими земными желаниями, желаниями этого мира? В первом послании Петра Бог предупреждает нас об опасности и в пятой главе седьмой и восьмой стих говорит такие слова, «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противок ваш дьявол ходит, как рыкащий лев, ища кого поглотить». Сегодня я задаюсь вопросом, какое мое состояние? Бог спрашивает каждого из нас, где мы находимся? «А может, мы уже поглощены этим рыкающим львом? Может, мы уже ослепли? Может, мы уже холодные, и у нас нет любви к Богу?» Я смотрю на свою жизнь, я знаю, что иногда есть желание, хочется больше общения в молитве, в Слове Божьем. Иногда не хватает силы. Я тоже молюсь о том, чтобы Бог даровал силы находить это время, находить это общение с Богом через Слово, через молитву, о чем мы слышали в воскресенье, о том, чтобы мы много молились, потому что в молитве есть сила. Если мы не находимся в молитве, то, может, Бог говорит нам о том, что мы охладели, о том, что у нас нет любви к Богу, у нас нет желания к познанию Его. Я сегодня разговаривал с другом своим, который живет в другом штате, и как-то печально слышать об этом, но мой взгляд был такой, что многие люди сегодня ослеплены тем, что происходит в мире и забывают, для чего они призваны. Он говорил о том, что когда он женился 6-7 лет назад, у него были прекрасные отношения к тестью и тёще, и ему приятно было находиться в их доме, общаться. Но сегодня это отношение не такое. И это не секрет, что эта война, которая происходит в Украине, разделяет. Одни говорят, мы украинцы, другие говорят, мы русские. И оно проникает, и даже в Церковь Божью. Но если мы не слепы, то мы должны видеть и понимать, что в Иисусе Христе нет русского, нет украинца, нет китайца или африканца, американца, еврея или елена. В Иисусе Христе мы все дети Божьи. И как кто-то может сказать, что я русский или украинец? Ведь Бог всех искупил нас, и наша Родина на небе. Нам не нужно бороться за эту землю, или где наша Родина находится, в Украине, в Молдавии, в России. И наша Родина на небесах. В Иисусе Христе мы должны стремиться в небо. Наш дом на небе, ни в Украине, ни в Молдавии, ни в Америке. Сегодня я и каждый из нас должны сражаться не за свою Родину, а за свое звание в Иисусе Христе. За место, которое Он приготовил для каждого из нас. Только нам надо победить этот мир. Нам нужно воздержаться, иметь любовь, жить в Иисусе Христе, чтобы наша жизнь прославляла Бога, чтобы у нас не было разногласия, которые происходят в мире, а наоборот, чтобы мы чтили и прославляли имя Христа и звание христианина. Не хотелось бы больше говорить о том, что происходит, или как печально бывает, но хотелось бы еще раз прочитать то, что нам нужно делать, о чем мы уже читали. Я просто хочу прочитать и в другом переводе, и может заново что-то, для кого-то легче будет понятно, для кого-то будет восприятие лучше, чтобы мы стремились совершать и познавать Бога каждый день. Мы еще раз прочитаем это послание, второе письмо Петра, второго стиха, с первой главы. Благодать и мир добудет с вами полной мерой через познание Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. Его божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного богопочитания через познание того, кто призвал нас своей собственной славой и добродетелью, благодаря которым дарованы драгоценные и величащие обещания. Они дарованы для того, чтобы с их помощью вы стали сопричастниками божественной природы, избежав гибели, связанной с желаниями этого мира. По этой причине приложите все старания, чтобы укрепить свою веру добродетелью. Добродетель знанием, знанием выдержкой, выдержку стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братской дружбой, дружбу, любовью. Ведь если вы этими качествами обладаете и их приумножаете, они не дадут вашему знанию о Господе нашим Иисусе Христе остаться чем-то бесполезным и бесплодным. Тут же, у кого этих качеств нет, близорук и слеп. Он предал забвению, что умыт от своих прежних грехов. Вот почему вы, братья, с еще большим усердием старайтесь подтвердить свою праведность и избрание. Будете так поступать, никогда не споткнетесь. Ведь тогда вам будет щедро даровано право на вход в вечное Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Будем молиться. Будем молиться. Иисусе Христа. Иисусе Христа. Продолжение следует... 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 Ибо знаю в Тебе покой... Спасибо, Вы догадываетесь, что нужно стоя. Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь, Ибо знаю в Тебе покой. У Твоей груди успокоюсь я, Успокоится сердце мое. У Твоей груди успокоюсь я, Успокоится сердце мое. Знаю, что в Тебе радость вечная, И любовь неизменная, У Твоей груди успокоюсь я, Успокоится сердце мое. У Твоей груди успокоюсь я, Успокоится сердце мое. И никто уже не лишит меня Этой радость неземное. У Твоей груди успокоюсь я, Успокоится сердце мое. У Твоей груди успокоюсь я, Успокоится сердце мое. И когда придет тот последний час, Верю, примешь меня к Тебе радость, Верю, примешь меня к Тебе. У Твоей груди успокоюсь я, Успокоится сердце мое. Приветствуем, братья и сестры. Следующий раз расскажет. Первый раз трудно. Мир вам от Господа. Сегодня я хочу, чтобы мы взяли те стихи, Которые написаны в Священном Писании. Нераспространенная тема сегодня будет. Она важная, но нераспространенная. Она будет называться «Зависть». В Священном Писании об этом написано. Я прочитывал Слово Божие О страданиях Иисуса Христа. И мои мысли, глаза вернулись на стих Матфея. Ибо знал, что из-за зависти предали Его, То есть Иисуса. Я не обращал раньше внимания на это слово. Потом в проповеди брат Виктор упомянул, Когда говорил о разочаровании, о зависти. И я хочу в сей вечер, чтобы мы порассуждали На эту тему, что это такое, что это за порог. Хочу прочитать длинный текст из Деяния апостолов, Пятая глава, семнадцатого стиха. Первосвященник же и с ним все, Принадлежавшие к ереси Саддукейской, Исполнились зависти. И наложили руки свои на апостолов, И заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью Отворил двери темницы, И выведший их, сказал, И дети, и ставши во храме, Говорите народу все эти слова жизни. Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. Между тем, пересвященник, И которые с ним пришедшие, Созвали Синедрион и всех старейшин, И сынов Израилевых, И послали в темницу привезти апостолов, Но служители пришедшие не нашли их в темнице, И, возвратившись, донесли, Говоря, Темницу мы нашли запертую Со всей предосторожностью и стражей, Стоящими пред дверями, Но отворивши не нашли в ней никого. Когда услышали эти слова пересвященник, Начальник стражей и прочие пересвященники, Недоумевали, Что бы это значило. Пришед же некто и донес им, Говоря, Вот мужи, которых вы заключили в темницу, Стоят в храме и учат народ. Тогда начальник стражи пошел со служителями, И привели их без принуждения, Потому что боялись народа, Чтобы не побили их камнями. Привезши же их, Поставили в Синедрионе, И спросил их пересвященник, Говоря, Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени этом? И вот вы наполнили Иерусалим мучением вашим, И хотите навести на нас кровь того человека? Петр же и апостолы в ответ сказали, Должно повиноваться больше Богу, Нежели людям. Бог Отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, Повесивши на древе. Его возвысил Бог десницею Своей В начальника и Спасителя, Дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему в этом мы и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему. Слыша это, они рвались от гнева И умышляли умертвить их. Встав же в Синедрионе Некто фарисей именем Гамалиил, Законоучитель, уважаемый всем народом, Приказал вывез апостолов на короткое время, А им сказал, мужи израильские, Подумайте сами с собой о людях этих, Что вам с ними делать? Ибо незадолго пред этим явился Февда, Выдавая себя за какого-то великого, И к нему пристало около четырехсот человек, Но он был убит, И все, которые слушались его, Рассеялись и исчезли. После него во время переписи Явился Иуда Галиянин И увлек за собой довольно народа, Но он погиб, И все, которые слушались его, Рассыпались. И ныне говорю вам, Отстаньте от людей этих и оставьте их, Ибо если это предприятие, И это дело от людей, То оно разрушится. А если от Бога, То вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться И богопортивниками. Они послушались его, И призвавшие апостолов, Убили их, И запретившие им говорить об имени Иисуса, Отпустили их. Они же пошли из Синедриона, Радуясь, Что за имя Господа Иисуса Удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам Не переставали учить и благовествовать Об Иисусе Христе. Драгоценное слово мы прочитали, Большой отрывок, И он так сильно отражает жизнь Сегодня, христианскую жизнь В наше время. Может, мы сегодня близко Стоим на пороге того времени, Когда и с нами будут поступать Так, за истину. Зависть, которую мы видим, Зависть, она завидует истине. Иисус Христос дал поручение Своим ученикам проповедовать Везде и во всякое время Слово жизни и спасения Для каждого человека. Но зависть противится этому. Из всех пороков и недостатков характера Зависть – один из самых скверных пороков. Вы скажете, почему? Зависть всегда скрывает свое лицо За фальшивой доброжелательной улыбкой. Коварность зависти Сразу распознать нельзя. Она как рак. Все ли люди, подверженным этому греху – да. Ибо написано в Священном Писании «Все согрешили и лишены славы Божией». К сожалению, она нередко проникает в сердце Так называемого служителя, но не Богом поставленного Мы только что прочитали О первосвященнике, который знал о Боге Говорил о Боге Но первосвященник же и с ним все И исполнились с зависти У Бога одно поручение Говорите народу слова жизни Что мы и делаем по воле Отца При этом мы встречаем духовные войны Всегда Бог ведет эти войны к победе Вывел ангел Божий учеников из темницы И они вновь учат народ истине Когда услышали эти слова Первосвященник, начальник стража И прочие первосвященники Недоумевались, что бы это значило Когда доложили о них, то привезший их Поставили в Синедрионе И спросил их первосвященник Говоря Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени этом И вот вы наполнили Иерусалим мучением вашим И хотите навести на нас кровь того человека Петр же и апостолы в ответ сказали Должно повиноваться больше Богу Нежели людям Зависть поражает в первую очередь Невозрожденные души В 1 Коринфянам 3.3 мы находим ответ Потому что вы еще плотские Ибо если между вами зависть Споры, разногласия То не плотские ли вы И не по человеческому ли обычаю поступаете Деяние 5 глава 30.33 Бог Отцов наших воскресил Иисуса Которого вы умертвили Повесивши на дереве Его возвысил Бог десницей Своей В начальника и Спасителя Дабы дать Израилю покаяние И прощение грехов Свидетели Ему в этом мы И Дух Святой, который Бог дал Повинующимся Ему Слыша это, они разрывались под гнева И умышляли умертвить их Мы видим, что зависть не ходит в одиночку Зависть дружит со смертью Умертвили истину Но они умертвили тела А истина возрождала новые и новые души К Богу И так одни люди говорят о Боге Иисусе Христе и преследуют Рожденных свыше христиан Рожденный свыше христианин Запечатлен Духом Святым И в любое время готов За Иисуса Христа умереть Умышляли умертвить их Это делает зависть Еще в чем опасность Что люди относятся легкомысленно Считая какое-то искушение За невинную мелочь Когда проникает зависть в общину В конечном случае могут остаться От общины одни стены И вывеска на стене Почему этот грех поражает всех Вот почему апостол Петр Написал в первом послании Петра 2 глава 1.2 И так отложивший всякую злобу И всякое коварство И лицемерие И зависть И всякое злословие Что означает И так отложить всякую злобу Имеющие зависть Царство Божие не наследуют Скажите, а разве Каина Не зависть убила Хотя Бог предупреждал Каина Он сказал Каину Бодрствуй Бодрствуй Каин тоже знал Бога Знал Авель Знал и Каин Бога Грех зависти Не ходит в одиночку И погибает Авель Дух Святой Однажды сказал Бодрствуйте Потому что враг Ходит, как рыкающий лев Присутствие зависти в человеке Это присутствие индикатора Который показывает То, что скрыто далеко В глубине Зависть погубила Огромное число людей Завистливый человек Царствие Божие не наследует Вот почему Дух Святой Так настойчиво просит Отложите зависть Придет время И Бог Обнародует причину И скажет Отойдите от меня Все делающие беззаконие Я никогда не знал Вас Я хочу, чтобы мы Посмотрели некоторые стихи В Священном Писании Мы прочитаем Пророчество о горе Сеир Суд над городами На этой горе Которые были построены Из Икилия 35 11 Зато живу я Говорит Господь Бог Поступлю с Тобою По мере ненависти Твоей И зависти Твоей Которую Ты Высказала Из ненависти Твоей К ним И явлю себя им Когда буду судить Тебя Господь Везде Следит И участвует Там, где есть Зависть Это было Притеснение Народа Израильского И Господь Говорит Я буду судиться С Тобою Деяние апостолов 7.9 Написано Патриархи По зависти Продали Иосифа В Египет Но Бог Был с ним И здесь Участвует Бог Деяние 13.45 Но иудеи Увидевши народ Исполнились Зависти И противоречия И злословия Сопротивлялись Тому Что говорил Павел В Римлянам 1 глава 29 стих Так что Они Исполнены Всякой Неправды Блуда Лукавства Користолюбия Злобы Исполнены Зависти Убийства Распри Обмана Злонравия 2 Коринфянам 12.20 Ибо я 3 глава 3 стих 3 стих Ибо И мы Были Некогда Несмысленны Непокорны Заблудшие Были Рабы Похоти И различных Удовольствий Жили В злобе И зависти Были Были Гнусны Ненавидели Друг Друга Римлянам 13 глава 13-14 Стих Как днем Будем вести Себя Благочинно Не предаваясь Неперованием И пьянству Ни сладострастию Распутству Ни ссорам И зависти Но облекшись Но облекитесь В Господа Нашего Иисуса Христа И попечения Плоти Не превращайте В похоти Я уже Упоминал 27 глава Матфея 18 стих Ибо знал Что предали Его Из зависти Что нам Сегодня говорит Священное Писание Делать Говорит Чтобы мы Отлошили Этот порог Бодрствовали Потому что Мы во Христе Мы Божьи дети Новая тварь Поэтому нам Нужно Бодрствовать Никакой порог Чтобы не имел Силы и власти Не царствовал Над нашим Телом Чтобы наше Тело Наш храм Принадлежало Господу Иисус Христос Прошел Этим путем И мы Прочитали Из-за зависти Его Предали Но облекитесь В Господа Нашего Его Его Предали Из-за зависти Он Поможет нам Дойти До вечности Да Только Иисус Христос Поможет нам Дойти До вечности В нем Находятся Глаголы Вечной жизни В нем Находится Победа Мы видим Что апостолов Никто И ничто Не могло Остановить Мы Прочитали Такие Стихи Хотя Они Ихнее Тело Получало Много Много Ударов Сороковой Стих Пятая Глава Деяния Апостолов Они Послушались Его И Призвавшие Апостолов Били Их Запретившие Им Говорить Об имени Отпустили Их Они Пошли Синедриона Радуясь Что за Имя Господа Удостоились Принять Бесчастье И Всякий День В храме И по Домам Не Переставали Учить И Благовествовать Об Иисусе Христе Мы Видим Как Господь Благословляет Дарует Новые Силы Я Думаю Что Били Хорошо Били Я Не знаю Как нам Сегодня Понимать Эти Слова Некоторые Братья Уже Страдают За Имя Иисуса Христа Они Понимают Как Бьют Но Господь Укреплял Господь Контролирует Господь Борется С завистью Где мы Прочитали О зависти Там Присутствует Господь И Дарует Победу Учай Учите Благовествовать Об Иисусе Христе Не Переставали Пусть Господь Благословит Нас Сегодня Пусть Эти слова Будут Напоминанием Что Есть Такой Грех Коварный Такой Порок Зависти И он Ходит Среди Людей Он Ходит И среди Христиан А Господь Иисус Христос Дает Только Силу Чтобы Он Не Имел Власти Чтобы Он Никогда Не Имел Подпитки Чтобы Он Никогда Не Восставал Этот Порок В нашем Теле Пока Мы В теле Мы Будем Бороться И Поэтому Мы Читаем Священное Писание Поэтому И мы Молимся Чтобы Победить И Достигнуть Вечности Встречи С Иисусом Христом Который Прошел Этим Путем Пусть Господь Благословит Нас И Сохранит Народ И Церковь Чтобы Мы В единстве В любви И В мире В согласии В гармонии Служили Богу Пока Есть Это Время Свободы Пока Мир И Тишина Пока Мы Можем Собираться На Молитву Пусть Господь Услышит Наши Молитвы Мы Будем Молиться Ему Аминь Встанем Для Молитвы 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 Продолжение следует... 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 Но из этого отрывка, вот что брат прочитал, я тоже заметил для себя то, что были гонения на братьев. Вот первые христиане такие страшные гонения. Знаете, можно было бы задать вопрос, а что Господь? Почему Господь не защищает, вот, ну, их бьют, сильно бьют, издеваются? Но вы знаете, в этом была воля Божия. Весь город гудел, весь город только и говорил об этих апостолах, о ихней проповеди. И апостолы не могли сомневаться в том, что они делают что-то неправильно. Мы читаем, вот брат прочитал нам о том, что они радовались, а когда их закрыли в темницу, они смотрят, приходит ангел, все закрыто, а Господь посылает ангела. Он приходит, открывает двери, входит туда, освобождает их, никто не мешает ничего. И когда он их вывел, обратим внимание, что он им сказал. Чтобы они шли, чтобы они шли куда? Чтобы они шли в храм и там свидетельствовали и говорили. Говорили всему народу, говорили о вот этих вот великих делах, чтобы они не боялись. И они пошли, они говорили, свидетельствовали и весь город слышал. Рассуждали, да, вот мы видим, что начальство немножко не принимали это, но были и многие, которые принимали эту весть. Если не прямо в эти дни, чуть-чуть попозже, но мы знаем, сколько было христиан, сколько много пошло за Господом. И это должно нас ободрять тоже, как бы помогать нам в том, чтобы мы не унывали, чтобы прилагали старания. И то, что мы с вами переживаем, чтобы мы могли бороться и побеждать. Все то, что восстает на нас, чтобы они стояли в храме и славили Господа. И в конце мы видим, что здесь они же пошли из Синедрона, радуясь, что за имя Господа и Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме, по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Вот так вот поступали первые христиане. Пусть Господь благословит и нас. Вот выслушав одну проповедь, вторую, выслушав это слово, чтобы мы вдохновились и служили Господу, и прославляли Его. Не унывали, поддерживали друг друга, молились друг за другом. Сейчас братья нам предложат пение. В заключении мы споем пение и затем помолимся. 2002 номер «Ангелы в небе Господа славят». 2002 номер «Ангелы в небе» «Ангелы в небе Господа славят, славу достойную, Богу поют, Богу поют, Вечная слава, Вечная слава, Вечная слава. Слава Христу, Слава Христу, Вечная слава, Вечная слава, Вечная слава, Слава Христу. Хочется сангельский пеньем злиться, Хори искуплены, спасены Господа, И сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поет, славу поет, Вечная слава, вечная слава, Вечная слава, слава Христу. В дне, люди, церковь томится, К небу стремится, Дух жених увлечет, О, гряди Господи, Видишь, невеста ждет тебе единому, Славу поет, славу поет, Вечная слава, вечная слава, Вечная слава, слава Христу. Чудный прославленный, Царственный Божий Сын, Дивный Христос Господь В небе нас ждет, в небе нас ждет, И сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, Славу поет, славу поет, Вечная слава, вечная слава, Вечная слава, слава Христу. Помолимся. Отец наш небесный, мы благодарим Тебя И за этот день в нашей жизни, Что Ты был с нами, Ты нас охранял, И мы помнили всегда об этих вечерних, Тихих часах молитвы, Где мы будем в доме, И мы стремились к этому, И Ты исполнил наше желание, Мы были в доме Твоем, Мы слышали Слово Твое, Имели общение с Тобою, Господи. И сейчас мы просим благословения Твоего, Чтобы Ты благословил нас при расходе, Чтобы, отходя с этого места, Мы ушли с миром, с благодатью Твоей, С благословением, Чтобы Твоя охрана была с нами, Господи. Мы сейчас пропели пение, Что невеста, видишь, невеста ждет, Готовы. Благослови нас, Господи, Чтобы, расходясь с этого места, Мы были готовы, Готовы ко встрече с Тобой, В повседневной нашей жизни. Ты знаешь, у каждого есть переживания, Каждый знает свои недостатки, С чем мы боремся, И Ты нам очень нужен в нашей жизни. Благослови нас и будь с нами, Помоги нам в наших трудностях, проблемах. Благослови, Господи, Чтобы мы ожидали Тебя с готовыми сердцами. Благослови всю нашу церковь. Ты знаешь все нужды, Господи, И видишь, и знаешь все переживания. И миссионеров наших, Которые сейчас в Молдавии находятся, Благослови их там, Пошли им успех, здоровье, благословение. Они сеют эти семена, Благослови, чтобы почва была благоприятная, Чтобы это семя возросло. Благослови, Господи, и больных наших. Вот мы перечисляли имена наших вольных. Ты знаешь, Господи, Каждого из них. Услышь наши молитвы, Благослови, облегчи страдания. Пошли исцеление, облегчение, Господи. Ты знаешь, у каждого своя жизнь, Своя болезнь, свои трудности. У каждого своя судьба. Мы не знаем, но просим благословения. Твое благословение, оно печали не приносит с собой. Поэтому благослови, Господи, Кого выздоровлением, Кого приготовлением к жизни вечной. Ты знаешь, Господи, есть пожилые у нас, Которые в инвалидных колясках. Трудно, Господи. Ты все знаешь, Господи. Да будет воля Твоя в жизни нашей. За Твои милости, за любовь Твою Мы благодарим Тебя, славим, поклоняемся. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. С миром Божьим. С миром Божьим.